Почти месяц жители двухэтажного дома в Ленгере живут в постоянном страхе. По несущим стенам дома пошли глубокие трещины, которые растут с каждым часом. С марта месяца резко пошла трещина, была мелкая, маленькая, вот как вот это, как будто штука-трулька осыпается. А потом резко пошло, и вот сейчас вот эта трещина образовалась глубокая, и там улицу даже видно. И вот в этом доме, в аварийном доме я нахожусь сутками. Я не работаю, я пенсионерка. Нахожусь целый день и ночь здесь. И сплю здесь. Ночью слышно даже треск. Как будто вот сейчас вот упадет дом. В состоянии ужаса находятся все 12 семей, проживающие в доме. Здесь и старики, и дети. Что делать, спасать дом или спасаться самим, срочно покидая квартиры, жильцы не знают. Большинству просто некуда идти. Из мер безопасности в распоряжении жителей треснувшего дома сегодня только бумажные маячки. Так ленгерцы фиксируют скорость растущих трещин. Мне посоветовали поставить маячки. 16-го числа я поставил маяки. Вот наклеил. Это бумага клеится на трещину. И если трещина расходится, бумага рвется. Но вот она держалась, сейчас вот начинает уже рваться. То есть трещина продолжает расходиться. По мнению жителей, возможная причина – затопленный канализационный колодец, расположенный возле самого дома. В нём скопилась вода, возможно, поэтому дом и просел. В районном Акимате с выводами предлагают не торопиться, а просто ждать. Аварийный дом или нет будет определять уже специальная комиссия. Нужно выяснить также причину, по которой образовались такие трещины. Мы пригласили опытных специалистов из Шинкента. Они приедут и проведут экспертизу. Необходимо выяснить, подлежит ли дом ремонту или нет. Является ли он аварийным или нет. Эксперты уже приступили к изучению ситуации. Результаты планируют получить в течение двух недель. Если дом признают аварийным, то власти обещают выделить ленгерцам новое жильё. А пока Акимат готов взять на себя расходы по аренде временного жилья. Но только тем семьям, кто проживает в самых опасных угловых квартирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова